В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета КФУ. Все подробности далее. До начала заседания состоялась торжественная церемония вручения особой отличившейся сотрудникам университета. Награды федерального и регионального значения получили 10 человек. Далее совет открыл заместитель председателя ученого совета в Рио ректора Дмитрий Таюрский. Члены совета рассмотрели 4 основных вопроса повестки дня, а также ряд вопросов из традиционного блока разные. Порядок без своих ученых степеней мы будем с вами пересматривать, поскольку хотелось бы иметь более широкое обсуждение той или иной диссертационной работы в общественности, я имею в виду в публикационном поле, с тем, чтобы наши решения были взвешенными и не могли служить поводом для каких-либо упреков. Первым вопросом к рассмотрению было дело о представлении к присвоению ученых званий доцента по научной специальности. Были рассмотрены две кандидатуры. Вторым и третьим вопросом стали включения в состав авторского коллектива на сыскание двух премий в области науки и техники, правительства Российской Федерации 2022 года и Государственной премии Республики Татарстан 2022 года. Четвертым вопросом была затронута тема выдачи дипломов доктора и кандидата наук в Казанском федеральном университете. В декабре 2021 года было издано распоряжение о рекомендуемых организациях, которые могут выступать в качестве ведущих организаций, которые, кстати, очень четко коррелируют со списком, который был представлен в ВАГ по ранжированию университетов и научных организаций по соответствующим категориям. Поэтому я прошу, начиная с января месяца, четко придерживаться этого списка при выборе ведущих организаций. Академической комиссией ученого совета был сделан акцент на то, чтобы в будущем нести изменения в порядок присуждения ученых степеней в университете в части требования к наличию у сыскателя публикаций в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных WebOpScience и Scopus. В блоке разные рассматривались вопросы структурных изменений в институтах КФУ, в частности, в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций Елабужском институте. В завершении рабочей встречи в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» было рассмотрено предложение по созданию научно-исследовательских лабораторий, научно-образовательных центров и проектов. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс.